Класс, вообще классные заставки, просто аж мурашки похоже идут. Вот, поэтому привет всем, меня зовут Андрей Макеев. Я сюда пришел как предприниматель, который запустил Marketplace Ла-Лау, это Marketplace подарков, цветов, возможно, кто-то из вас пользовался. Это достаточно большая компания уже, которая в прошлом году сделала больше 10 миллиардов, сейчас еще больше, мы растем на 100% год в году. А также я еще запускал бизнес Flavao в Бразилии, то есть тоже есть опыт в другой стране запустить все, он тоже растет. А сейчас я еще параллельно уже вышел в гидрационное управление Flavao и занимаюсь другим бизнесом, который занимается в Акротеке, это сервис аналитики и авторитизации тепличных хозяйств, это называется Cross.Bar. Поэтому сегодня я решил вам рассказывать максимально практические советы по запуску. Кстати, вообще-то есть люди, которые, не знаю, только думают запустить бизнес. Или все уже запустили. Достаточно мало людей. Мне кстати сказать, что здесь прям люди придут, которые только думают запускать, что это моя презентация для вас. Ну, погнали. Во-первых, важно понимать, что не все, наверное, бизнесы будут единородными. И чем меньше вы себе забиваете голову, что моя компания должна стоить или зарабатывать миллиард, тем, на самом деле, она будет жить проще. Это такое правило. Все общение с разными предпринимателями, которые что-либо делали, как только они выкидывают вот это вот давление на себя, им становится жить проще. И на самом деле нужно заниматься любимыми делами. И об этом пойдет речь. Сегодня я хочу рассказать о таких типах. Они очень объективны. И это только те типы, с которыми я хочу поделиться. Поэтому не судите меня слишком строго. Но вот первый тип – это бизнес по любви. Что это такое? То есть это когда человек занимается людьим делом. Ему действительно это нравится. То есть у него есть команда, которая занимается людьим делом. То есть им нравится это дело. Но при этом они не только как бы не упираются по тому, что мы должны делать то, что мы придумали. Они смотрят на тренды и изменяются. То есть это такой принцип, как эволюция. А он должен изменяться. Поэтому сейчас вам предупример. Вот, например, бассейнерный флава. То есть это ребята, которые занимаются любимым делом. Они творят. То есть, например, создают букеты цветов. Или делают тортики. Или какие-то декорированные штуки, декор. И они делают классный продукт, да, с одной стороны. С другой стороны, очень многие, те, которые успешны, они к этому придают смыслы непосредственно, да. И при этом они еще, как вместе с нами, делят риски, что, например, им не нужно заниматься маркетингом. Им не нужно заниматься удобством для клиента. То есть они занимаются творчеством. Вот это очень важно. Вторая история – это бизнес про нести добро и смыслы. То есть, с одной стороны, в этом, в таком вот подтипе, который я сам выделил, есть большая проблема, то есть большой рынок. С другой стороны, есть такой четкий тренд роста. Тренд роста – это такая штука, когда рынок растет просто такими семейными шагами. Если приводить пример, например, с флавау, когда мы запускались, это история про переток из оффлайна в онлайн. То есть вот это и есть тренд роста. Ну и третья – это команда. Команда, которая непосредственно все это может увидеть. Сейчас я объясню, например, чтобы было понятно. Вот пример, как бы, gross.fart. То есть, как я и сказал, что это такой сервис, который, по сути, позволяет фермерам зарабатывать больше, с одной стороны, но и упрощать их жизнь. То есть экономить ресурсы, то есть система, которая автоматически управляет теплицами и тем самым еще и помогает освободить время, чтобы они просто жили. И когда мы эту штуку запустили, то мотивация моя, как человека, который этим занимается, она просто безмерная. То есть эта история вот именно как право спасти мир. Поэтому я всем рекомендую найти то, что прямо травит очень сильно. Так же, как у нее, как эта тема. Так же все люди в команде, которые занимаются этим делом, это на самом деле все люди суперзаряженные. То есть они работают не ради денег, а ради большой идеи. Вот. И это тоже здорово. Ну и последнее, важно, что это большой растущий рынок, и это очень круто работать на большом растущем рынке. Вот. Второй пример – это проект «Антихрупкость». Тоже совершенно практическая история. Представьте себе, то есть ребята нашли в маленьком городе умирающий такой завод от керамики. Они упаковали их продукцию, то есть они произвели такие советские такие тарелки, там, кружки. Вот они сделали из этого историю, да, придали ей смысл. То есть, например, они вот, вы можете увидеть, как упаковали кружечки, да, и создали, ну, то есть это вот, если что, просто зайдите, почитайте, меня это вот суперспечатлило. И в итоге они вытащили из банкротства вот этот умирающий завод. Таких заводов очень много, как бы, да, вот, и это просто вот такой практический пример, который можно убрать, забирать в делах. И это суперпольза. И важно понимать, что это ведь не только там про какие-то глобальные истории, да, то есть это история про, ну, вот, спасти им что-то, то, где люди живут, да, то есть, например, человек приехал из маленького города, он возвращается и помогает этому городу развиваться и не умирать. Следующая история, да, спасибо большое. Следующая история, это такая, можно назвать ее, вечерная, да, история, но тоже со смыслом. То есть в любом венчуре, если вы туда пойдете, да, то есть в такой венчуре, венчуре, то там есть большой рынок, команда и тренд роста тоже. Также пример здесь взловал, но важно понимать, что с одной стороны, да, большой рынок, но с другой стороны, мы всегда вкладывали смысл, чтобы изменить уровень сервиса. То есть вы не представляете, когда вот сейчас мы работаем на разных рынках, и то же самое в Бразилии, ну, в Москве, там, в России сервис просто, ну, как бы, ну, порядок больше, чем немного где-то, потому что, ну, вот, там, доставки цветов, которым мы этим занимаемся. Вот. Поэтому здесь возможность, да, то есть если даже заниматься большой историей, то нужно менять рынок, да, и помогать людям, то есть в данном случае мы помогаем селлеру, надеюсь, это им нравится. Вот. Так, и смотрите, что уже есть у всех этих вещей одинаково? Команда, проблемы, рынок. Сейчас мы разберем это каждый по подробности, по порядку. Команда. На мой субъективный взгляд, опять же, я рассказываю свое мнение, кто-то может не согласиться с этим, важно смотреть и выбирать людей со следующими навыками. Это любознательность, чешность, энергия и интеллект. Если у вас команда с такими навыками, которые, как правило, на самом деле, ход родителей, изнутри от воспитания, среды, иногда ДНК, то все у вас будет прекрасно. Честно, я проверил это на всех примерах, которые, чем я занимался. Я всегда стараюсь играть и работать с такой командой. Это очень здорово. Проблемы. Как понять, что проблема вообще, в принципе, такая стоящая. Если вы видите, то, что клиент, который пользовался суперкривым продуктом, вот просто кривейший, как бы, и при этом клиент стоит, стоимость привлечения клиента очень низкая, то вы, значит, вот прям попали туда, куда нужно. Это прям знак, что надо туда копать. Это круто. Рынок. То есть, с одной стороны, да, есть рынок, важно, если вы будете развивать любознательность, то вы будете видеть вот эти тренды, да, что происходит вообще в принципе в мире. Ну, или на той территории, на котором вы работаете. То есть, рынок вам нужен растущий. То есть, вы должны понимать, что, например, тренд, как бы, в футболисе идет, вы едете в Netflix, да, пошли, и поменяли, делали пилот, и стали, пошли в видеопродакшн, а не в продавать диски, да, компактные. То же самое и здесь. Надо искать, или большой, или необязательно большой, но растущий рынок. Итак, вы, значит, такие, все, нашли какую-то, у вас есть гипотеза, что я хотел этой штукой заниматься, скорее всего, там есть какой-то рынок, и что же с этим делать? И тут, вот честно скажу, что абсолютно все бизнесы, которые я запускал, что флава в России, что флава в Бразилии, что grossfarm, и еще кучу, я знаю, примеров, которые, собственно, по такой же схеме работали, делали в следующем образом. Создаем Windows, то есть, landing page, то есть, страничку, на которой, кстати, это не самое простое дело, потому что вам нужно описать, как это работает, на самом-то деле, то есть, что вы предлагаете. Потом, пускайте трафик, потом собираете заявки, и на основе с этими пользователями общаешься, то есть, проводите такой кастер-девелопинг, то есть, общение, на основе него делаете уже в продву, и только потом, еще через много-много разных итераций, общения и так далее, работы, происходит автоматизация процесса. Вот. Поэтому, это прям простая штука, просто идешь вот так вот по порядку, и все будет, отлично. Также с вами поделюсь небольшими лайфхаками при работе с командой. То есть, первое, то есть, это открытость данных для всей команды. То есть, допустим, у вас есть какой-то мессенджер, вы настраиваете туда автоматическую аналитику, которая просто падает, и вся команда это видит. На самом деле, что происходит? Во-первых, вы экономите время. Очень много времени, потому что, как мне надо, людям объяснять, или какие-то отчеты делать, да, вы просто, люди видят, как бы, и подчиненные, да, то есть, лучше работать с партнерами, чтобы команда были партнерами. Это очень важно. Вторая история, это благодарность. Я все время топлю за это дело, потому что это суперпростой инструмент, но прям вот такой суперрабочий. Что это такое? Каждый месяц вся команда, у каждого, как я говорю, в команде есть возможность дать благодарность другому, одному человеку, и этот другой человек получит от компании небольшую сумму денег. При этом, эта штуша, она публична. То есть, вся компания, вся команда видит, кто кому дает благодарность. Это очень здорово повышает эффективность и просто взаимовыручку с компанией, команде. Вот, поэтому дико рекомендую это использовать. Это очень просто, очень дешево. Вот просто на тот раз взяли и прям завтра уже внедрили. Серьезно, это очень просто. И суперрабочий начинает. Следующий, по моему опыту, как-то вот так получается, что если кто общается с клиентами, тот должен быть самые ценные. Почему? Потому что, с одной стороны, это поставщик обратной связи для того, чтобы улучшать продукт и изменять продукт, каким бы он ни был. Во-вторых, это поставщик кадров для всей компании, потому что, как бы, эти люди, они проходят путь, они взаимодействуют с пользователями. И то есть, они знают, что вообще все происходит здесь. Поэтому, на мой взгляд, это очень полезная история. давайте немножко поговорим про маркетинг, тут довольно коротко. То, что, первое, ни в коем случае нельзя пласть все яйца на корзину, то есть, нужно разделять как можно больше каналов, тем лучше. Вот прям, это нужно просто, чтобы было заправлено. То есть, ни в коем случае не должно быть зависимости. Второе, это выделение главных метрик, то есть, какие они вообще могут быть у вас в компании. То есть, очень долгое время в флалаву, например, самые главные метки были конверсия, повторные покупки и трафик. То есть, это просто, и при этом есть всегда главные метки, на которые работают. И, третий момент, тоже простой, но почему-то часто человек забывает об этом, на то, что нужно считать настоящую экономику продаж. То есть, что это значит? Если вы сами продаете, сидите, переписываетесь или на звонках, а потом вас спрашивают, что типа, а сколько стоит привлечение клиента? И вы говорите, ну, у меня, типа, 100 рублей. Это все ложь. Почему? Потому что нужно учитывать ваше время и сколько вы стоите. Если вы не учитываете, это значит, что ваше время стоит 0, но это неправда. Поэтому учитывать нужно главную настоящую экономику. но опять же нужно не забывать главные метрики эффективности компании. То есть, это оборочка на сотрудника. Вы берете деньги, делите на количество людей и у вас получается экономика и вы можете еще понимать, как бы, как происходит рост компании и вы понимаете вообще, какая ваша эффективность, вы стали эффективнее или нет. Здесь как бы, это открывает плода на проблему того, что вам нужно автоматизацией заниматься. Но для меня лично всегда главная метрика как мне кажется любого бизнеса это повторные покупки. Потому что тот бизнес, который не имеет повторных покупок, он скорее всего недолго протянет, как кажется. вопросов. А еще, еще очень важная вещь это задавать такой вопрос. Честно, я этим инструментом пользуюсь довольно давно и я себе задаю вопрос, что я должен сделать, чтобы меня, то есть равную компанию было сложнее или невозможно убить. Отсюда возникает очень много ответов. То есть, во-первых, история про кто такие конкуренты, которые могут убить, потом дальше что эти конкуренки делают, куда они двигаются. Потом дальше что я должен вот здесь организовать, то есть, по факту, это стратегия компании. Куда она двигается? Это очень классный вопрос. Прямо дико рекомендую его использовать. Это просто открывающие глаза. Простая штука, но прям рабочая. Также, пожалуйста, не забываем о вещах, что советы хорошо, любые, да, как бы, но нужно применять критическое мышление, у каждого своя история, нет никакого-то одного идеального какого-то типа секрета успеха. То есть, нет никакого секрета успеха, у каждого свой путь. И ладно. И как бы между советами от кого-то и реальным делом, иногда лучше выбрать реальное дело. Просто поработать и подумать а не бесконечно ходить по встречам и советами. Вот. Ну и как бы помните, помните о том, что тот, кто занимается любимым делом, да, тот гораздо дальше пробежит. То есть, если вам не нравится то, что вы делаете, возможно, этот способ вообще подумать о том, а надо ли мне это вообще? Зачем мне это нужно вообще? а тот, кто занимается любимым делом, он идет на работу не как на работу, а как вот на то, куда он стремится, потому что там классно, но там классные ребята, как бы, да, то есть он там классно проводит время, они кайфуют. Вот всем дико рекомендую найти вот именно этот путь, потому что я сам нашел такой путь, и я действительно счастливый человек. И прям спасибо. Спасибо за внимание. Вы можете подписаться на телеграм-канал. Там, на самом деле, я рассказываю про несколько вещей. Это история про Flow Wow немножко, про Flow Wow Бразилию, то, что там есть интересные вещи, про Cross Farm с точки зрения запуска, то есть мы прям в онлайн-режиме, как бы, много что делаем, там так интересно. Вот. Ну и четвертая вещь, конечно, о которой я рассказываю, это про мой такой план, желание очень сильное, как бы, создание города. Вот. И я надеюсь, я это сделаю. Я все же стараюсь, к этому двигаюсь. Вот. Поэтому интересно будет ваше мнение, что вы скажете. Ну, в общем, спасибо. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Надеюсь, что было порядно.